На дворе зима и разгар различных простудных заболеваний и инфекций. Дело вроде бы привычное и кажется все под контролем. Ну подумаешь, кашель, температура, попью привычные лекарства и все пройдет. А что если этот кашель – следствие другого, более тяжелого заболевания, о котором обычный человек может даже не подозревать? Например, туберкулез. Сегодня мы решили поговорить в нашей программе телеклиника об этом серьезном и достаточно опасном заболевании, поскольку в наш регион входит в пятерку территорий, где достаточно высокий уровень инфицирования населения этой болезнью. Если оценивать общую ситуацию в мире, то по разным данным около 9 миллионов людей ежегодно заболевают туберкулезом, а 3 миллиона умирают от его осложнений. И как себя защитить от этого недуга? Какие мифы существуют о вакцинах? И что делать, если почел неладный? На все эти вопросы мы сегодня постараемся ответить. Меня зовут Олеся Васильченко. Добрый вечер. Я напоминаю, что у нас прямой эфир, и вы можете присоединиться к нашему разговору и задать свои вопросы. А я представляю нашего гостя, врач-педиатр Марина Раисовна Аводнева. Здравствуйте, Марина Раисовна. Скажите, пожалуйста, давайте начнем с того, что такое туберкулез, что это за болезнь и как она протекает. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывается амикобактерией туберкулеза. Оно передается воздушно-капельным путем, и источником туберкулеза является больной человек или животное. И при контакте с источником болезни человек может заболеть. Всегда это воздушно-капельный путь? Потому что у вас вроде как информация есть, что может быть и другие методы, там через слизистые заболевают люди. Ну, чаще всего передается, конечно, воздушно-капельным путем. Может передаваться туберкулез также алиментарным путем. Это через воду, через молоко, допустим, если от больного животного, да, молоко, то через такой путь тоже возможен. Возможно, заражение внутриутробное ребеночка, если у мамы поражены матка, допустим, да, или туберкулез плаценты. Вот такое тоже возможно. Но основной все-таки путь передачи – это воздушно-капельный. Инфицирование микробактерии туберкулеза – это что? Инфицирование называют такое состояние организма, когда палочка туберкулезная попала в организм, и она в нем находится в организме, то есть вырабатываются к ней антитела. Это состояние стойкого иммунного ответа на туберкулезную инфекцию. Как правило, туберкулезная микробактерия, она есть у каждого человека, в принципе, или нет? Ну, практически 98% населения инфицированы туберкулезной палочкой. То есть изначально организм ребенка, да, он стерильный, то есть там нет туберкулезной палочки. Но так как ребенок живет в социуме, да, рано или поздно происходит где-то контакт случайно какой-то с больным. Вот, и палочка попадает в организм туберкулезная, и это называется инфицирование. Если она впервые попала, то это называется первичное инфицирование. То есть не факт, что он заболеет, но… Не факт, да. Инфицирование – это не означает болезнь, это просто состояние организма. Может при неблагоприятных, да, обстоятельствах каких-то развиться заболевание, но не всегда. А при каких обстоятельствах развивается? Ну, туберкулез может развиться при снижении иммунитета, допустим, при снижении иммунного статуса, да, организма, при добавлении еще инфекции, инфицирования дополнительного. Вот. Состояний таких очень много. Допустим, какие-то хронические заболевания, да, гормонотерапия, когда вот больные, допустим, бронхиальной астмой, они получают гормонотерапию, или цитостатическая терапия, когда идет подавление иммунитета, тогда может развиться заболевание. Угу. Скажите, а вот по каким симптомам определить, что вот это туберкулез? Потому что, ну, действительно, человек может кашляет, кашляет, и не задумывается. То попил, то попил. Ну, основными методами определения туберкулезной инфекции это является у детей иммунодиагностика, а у взрослых – флюорографическое обследование. А человек, вот в какой момент он должен задуматься, а вдруг у меня туберкулез? Ну, вообще, чтобы предотвратить развитие вот этого заболевания, ежегодно человек должен проходить медицинский осмотр. То есть детям делается проба МОНТУ, а взрослые ежегодно проходят флюорографию. А симптомы есть какие-то, которые… На начальных стадиях, вот туберкулез, он тем и коварен, да, вот это заболевание, что на начальных стадиях симптомов никаких нет. То есть, может быть, без температуры, без кашля. Если идет пока небольшое поражение, ну, допустим, дыхательной системы, да, человек даже не чувствует ни одышки, ничего. И поэтому он может не задуматься даже о том, что у него туберкулез. У детей вообще туберкулез в большинстве случаев протекает бессимптомно. Вот. Ну, может быть, конечно, небольшое там снижение аппетита, потеря массы тела, но это бывает очень редко. То есть только вот при флюорографии, да, или вот, наверное, реакция МОНТУ можно выяснить, что есть какая-то проблема? Ну, да. У нас есть первый звоночек. Алло, добрый вечер, Татьяна, говорите. Здравствуйте. У меня на такой вопрос. Мой племянник несколько лет назад переболел туберкулезом в открытой форме. Проблема в чем? Он болел на протяжении трех лет, пока я не узнала об этом и не вмешалась в это дело. Он отлежал четыре месяца в нашем туберкулезном иркутском диспансере. И его с открытой формой туберкулеза в стадии осеменения выписали и выбросили на улицу. Когда мы туда приехали разбираться, через полтора года, он полтора года ездил, заражал дальше людей в общественном транспорте, в столовых магазинах, ну и так далее. Когда мы его обратились, я уже, когда я узнала, он взошел и переехал в Иркутск. И когда я узнала об этом, мы сразу первым делом поехали туда в стуберкулезом и спросили, почему вы его выписали в открытой форме. Нам объяснили, что по распоряжению федеральной властей в этом министерстве больше четырех месяцев мы держать не можем. И он должен долечься дома. Вот в советское время никогда не выписывали людей до полного излечения от активной формы туберкулеза. В этом есть вопрос. Поэтому мы в геометрической процессе, в геометрической прогрессии все заражаемся. Мы на первое место вышли по туберкулезу. Люди, вы думаете, у нас не понимают наши... Скажите, мы эту ситуацию понимаем? Ваш вопрос в чем? Вы долечились или нужны какая-то рекомендации? Все ваши разговоры, это просто... Это просто пусть я разговоры. Но дело в том, что действительно в Иркутске сейчас, и в Иркутской области не хватает койко-мест, правильно? Ну, не хватает, да. И, насколько известно, оригинальные органы сейчас предпринимают какие-то шаги по этому направлению. Ну, планируется, да, строение нового комплекса туберкулезной больницы. Вот, как раз-таки со всем современным оборудованием и на большее количество койко-мест. Вот, но будем надеяться, что строительство будет... Есть информация, что еще в Тулуне дополнительно на 50 койк появится тоже поликлиника. Да, там тоже планируется. Насколько вот туберкулез можно излечить? Потому что вот если информация три года лечился и не вылечился, что-то пошло не так? Ну, вообще туберкулез это излечимая болезнь. То есть, если человек соблюдает все рекомендации, проходит основной курс лечения, потом, значит, амбулаторно долечивается. Если он принимает препараты все, проходит все необходимые процедуры, то, возможно, конечно, полное излечение. Другое дело, если человек уходит самовольно из стационара и потом не приходит на амбулаторное долечивание, тогда, конечно, болезнь у него прогрессирует и может длиться годами, переходя в хроническую стадию. Ну, вот три года для лечения туберкулеза, вот как говорит наша зрительница, это достаточно большой срок. Это большой, но туберкулез лечится долго. То есть, четыре месяца проходит основной курс лечения, потом еще до полугода идет фаза продолжения, как мы называем. В течение года лечится, больной принимает препараты, и если за это время не происходит лечение, ему продолжают прием препаратов, потом еще несколько раз он принимает противорецидивные курсы. Вот, но это длительное, да, течение. То есть, ну, в среднем сколько по времени уходит на лечение? Ну, в среднем, если человек соблюдает, да, все, что ему показано, предписано, то есть у него нет сопутствующих каких-то заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы, в течение года примерно проходит. Почему на три года затянулось? Потому что несоблюден режим? Скорее всего, да, несоблюдение режима. Обычно это медикаментозное лечение или бывает оперативное? Ну, по показаниям бывает оперативное лечение. В каких случаях? Ну, в случаях, когда очень распространен процесс в легком, да, то есть, если форма туберкулезно, допустим, фиброзно-кавернозный туберкулез, когда образуются большие каверны, полости в легких, и самопроизвольно они не могут закрыться, то есть на фоне только медикаментозного лечения, тогда показано оперативное лечение. Иссекается ткань? Да, просто иссекается вот эта полость и происходит дальнейшее уже заживление на фоне медикаментозной терапии. После такой операции человек может полноценно жить? Ну, это зависит от объема операции. Как сейчас? Зависит от объема операции, то есть насколько большой участок был удален. То есть, возможно, инвалидность, да? Ну, возможно, инвалидизация, да. У нас есть звонок от Натальи. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если вот женщина беременна, и она заразилась туберкулезом, ребенок будет рожденный, он будет болеть тоже? Спасибо за вопрос. Ребенок, если у мамы нет туберкулеза, допустим, матки или плаценты, то ребеночек рождается здоровым. То есть, внутриутробно он не заражается. И потом, когда он рождается, ребеночка изолируют от мамы, делают ему БЦЖ, на два месяца изолируют от мамы, пока у него не выработается иммунитет. И потом ребеночек возвращается к маме. Кстати, вот заговорили о прививках. Чем отличаются БЦЖ и БЦЖМ? В чем разница? Разница между этими двумя прививками только в дозе некобактерии туберкулеза, которая содержится в вакцине. То есть, БЦЖ там содержится больше микобактерий, а БЦЖМ, ну, ее еще иногда называют ослабленной, но действия у них одно и то же, только дозировка различается. Отличаются для детей и для взрослых они или нет? Или вот как определить, кому больше, кому меньше? Нет, это зависит от состояния. Допустим, если ребеночек родился здоровым, без всякой патологии, без сопутствующей, ему ставят вакцину БЦЖ. Если существует противопоказание к вакцинации БЦЖ, это может быть внутридробная инфекция, масса тела меньше 2,5 килограммов, вот, желтуха, вот эта вот гемолитическая болезнь, новорожденных ее называют. Тогда для БЦЖ делают медотвод, и потом, когда все вот эти противопоказания снимают, ставят БЦЖМ. Как расшифровывается аббревиатура БЦЖ? БЦЖ – это по имени ученых, которые придумали эту вакцину, Кальмит и Герен, которые ее создали во Франции путем многократного сеяния на питательные среды микобактерий туберкулеза. И таким способом они вывели штамм микобактерий, которые не обладают верулетными свойствами, но обладают иммуногенными свойствами. А БЦЖ? БЦЖ – это по начальной буквы их фамилии, Кальмит и Герен, то есть если их, ну, по буквами латинского алфавита, вот, а по-русски БЦЖ. Получается такая аббревиатура. Да, аббревиатура. Существует очень много разговоров и кривотоков о том, что нужно ставить эту вакцину или нет, или все-таки вакцинация, и вот в данном случае эта прививка на сегодняшний момент самый эффективный способ предупредить болезнь. Вакцинация БЦЖ, конечно, ее стоит делать, потому что в Иркутской области, тем более в Иркутской области, у нас очень много, высокая заболеваемость, и туберкулеза в городе очень много. Вакцина БЦЖ и БЦЖМ, они являются, как бы, инфицированию они не препятствуют. То есть человек, равно если поставить вакцину, инфицируется, но они предупреждают развитие тяжелых, осложненных форм заболевания. То есть если инфицированный ребенок заболеет, и если у него есть вакцинация, то он не перенесет тяжелую форму, например, такую, как туберкулезный менингит. Особенно это актуально для детей именно от нуля до трех лет, потому что иммунитет у них к туберкулезной инфекции, если не вакцинировать, никакого нет. И если он попадет в контакт с больным, он инфицируется, и он может заболеть очень тяжело. То есть там тяжелая форма, диссиминированный процесс, туберкулезный менингит. И в большинстве случаев это заканчивается печально. Хорошо, Татьяна, у нас есть, прошу прощения, у нас есть звонок от Татьяны. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас глубоко недоношенные дети, 26 недель. Сейчас им годы 4. И врачи нам предлагают ставить МОНТО и через 3 дня ВТСЖ. Скажите, пожалуйста, какой интервал между этими прививками должен быть? Ну, проба МОНТО ставится перед вакцинацией ВТСЖ. И действительно, через 3 дня, если при условии, что реакция МОНТО отрицательная, можно поставить ВТСЖ через 3 дня, но не позднее, чем через 2 недели после пробы МОНТО. То есть интервал вот через 3 дня и не позднее 2 недель можно вакцинировать ребенка ВТСЖ. А какой дальше порядок вакцинации? Потому что вакцина же потом еще ставится дальше. Ну, ревакцинация, да, по национальному календарю прививок, ревакцинация сроки от 6 до 7 лет. А в 14 лет отменили ревакцинацию, потому что по большому счету к 14 годам практически все дети инфицируются, то есть МОНТО у них становится, проба МОНТО положительная, и ревакцинацию делать уже нельзя таким детям. Вот говоря о детях, что делать с ребенком? Понятно, что когда мама родила, его изолируют, а в быту что делать? Вот мама, например, заболела, и у нее есть ребенок. И тоже изолировать его? Как себя вести? Какие меры предосторожности предпринимать? Ну, во-первых, если в семье кто-то заболел туберкулезом, ребенка нужно обследовать. Нужно обратиться в противотуберкулезный диспансер по месту жительства и провести полное обследование ребенка. То есть это иммунодиагностика, проба МОНТО, проба диаскинг-тест. Нужно сделать снимочки ребенку, сдать анализы. Вот. Если у ребеночка все хорошо, при необходимости аптезиатор может назначить профилактическое лечение, то есть чтобы ребенок не заболел, потому что все-таки контакт семейный, это тесный контакт. Ну, а что делать в быту? Ну, вообще сократить как бы контакт до минимума. То есть мама должна находиться в маске, ну, или больной. Должно, у больного должна быть отдельная посуда, отдельное полотенце. Должно все обрабатываться, соблюдается элементарная мера гигиены. Скажите, если вот возникла такая ситуация, что человек узнает о своем диагнозе, где кроме туберкулезного диспансера можно проходить лечение, Центр красоты и здоровья профи, насколько я знаю, тоже оказывает, да, какие-то консультационные услуги или нет? Нет. Лечение, если действительно выявилось заболевание, лечение можно проходить только в противотуберкулезном учреждении. Вот. Туда все равно нужно обратиться и... Ну, или амбулаторно. Или амбулаторно, или в стационаре лечение проводится. А обследоваться, да, ну вот... Можно в Центре, да? Можно в Центре молекулярной диагностики. Какое оборудование для этого там есть? Ну, оборудование там есть, флюорографы, есть... Можно сделать пробы, то есть проба Монтудия, Скин-тест можно сделать, анализы сдать можно и получить консультацию в тезиатре. Скажите, какие вот еще могут быть привитивные методы лечения, то есть терапия направлена на профилактику заболевания? То есть что нужно делать, чтобы не заболеть? Потому что, насколько мы выяснили, среда достаточно агрессивная, и мы ежедневно подвергаемся опасности заболеть туберкулезом. Как себя? Ну, соблюдать элементарные меры гигиены, то есть ребенок, чтобы на улице грязными руками ничего не есть, на улице ничего не кушать. С улицы пришли, руки помыли сразу. В основном только вот так. А избежать столкновения с туберкулезной инфекцией в принципе невозможно. Рано или поздно мы все равно попадаем в контакт с больным, потому что больных действительно очень много. Скажите, давайте поподробнее поговорим о методах диагностики туберкулезной инфекции. Монту, наверное, все знают, а вот что такое диаскин-тест, кожные пробы, что это такое? Ну, кожные пробы это и есть диаскин-тест, реакция Монту, проба Монту, да. То есть проба Монту это проба с туберкулином, достаточно она известная, широко, давно применяется. Она служит для массовой диагностики. Это скрининговый метод, направленный на то, чтобы как можно больше детей можно было обследовать на туберкулезную инфекцию. А диаскин-тест это тоже проба, которая содержит антигены микобактерии туберкулезного комплекса, то есть именно той палочки, которая вызывает туберкулез. Делается диаскин-тест точно так же, техника постановки, как и проба Монту, также оцениваются результаты через 72 часа. И по результатам этой пробы уже нужно проходить какое-то дообследование или достаточно ограничиться вот этим диаскин-тестом. У нас есть звоночек от Павла. Добрый вечер, Павел. Ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, бывают ли показания к привычке БТЖ у новорожденного после его диагностики по его состоянию? Бывает ли такое, что требуется ставить БТЖ повторно? Через неделю или через 5 дней два раза ставить прививку БТЖ? И какие это показания? Вот, например, у Дмитрия Хворостовского, певец, который умер, ему два раза поставили БТЖ новорожденному, и он чуть не потерял слух после этого. Мне тоже ставили прививку БТЖ два раза новорожденному. У меня тоже очень редкая болезнь из-за этого появилась. Какая? Фибродисполазия, прогрессирующая, ассифицирующая. То есть вы хотите знать, связано ли это с прививкой, да? Да, либо вот моя диагностика была и по моему состоянию чего-то там засомневались и решили сделать БТЖ повторно. думали, что одной не хватит. Ясно. Или это просто ошибка, халатность. Спасибо большое за вопрос. Ну, вообще, вакцинация проводится однократно, то есть на третий, седьмой жизни, ой, на третий, четвертый день жизни ребенка проводится вакцинация, и двукратно она, конечно, не проводится. Может быть, проводилась двукратно реакция МАНТУ перед БЦЖ, перед тем, как поставить, имел в виду. То есть реакцию МАНТУ могут два раза сделать подряд? Реакцию МАНТУ возможно проводить до вакцинации, да, ее же обязательно проводят. Допустим, сделали реакцию МАНТУ, за 14 дней не успели поставить вакцинацию, ну, провакцинировать, да, ребенка, и потом ее повторяют МАНТУ, опять, если она отрицательная, тогда уже делают. Как бы подготавливают, да, организм? Он не подготавливает, это тестирует, есть ли палочка в организме. То есть если человек инфицирован уже проба МАНТУ положительно, уже БЦЖ нельзя делать. Вот, иммунитет у него вырабатывается в таком случае к палочке собственным, естественным путем. И вот второй вопрос, насколько нарушение порядка вакцинации может сказаться на взрослой жизни, на появление каких-то таких тяжелых заболеваний различных? Ну, обычно, если в установленные сроки, да, вакцинируют, если даже были какие-то медотводы к своевременной вакцинации, потом, по снятии этих медотводов проводят вакцинацию, но очень редко бывают какие-то осложнения. То есть это для вакцины БЦЖ это 0,03% осложнений может быть от случаев вакцинирования. И эти осложнения они бывают, конечно, но как и на любую другую вакцину. Что потерять слух, как Дмитрий Хворостовский, он приводит пример. Ну, никто не знает, от чего, конечно, точно Дмитрий Хворостовский потерял слух. Чуть не потерял. Чуть не потерял слух, да. Документально это не подтверждено, что с вакцинацией именно БЦЖ. Они бывают разные осложнения, конечно. А существует, я так понимаю, несколько форм туберкулезов. Вот туберкулез легких, он более распространен, да? Ну, наиболее часто, да, поражается дыхательная система, потому что как бы входными воротами является, да, для инфекции. Но могут поражаться и другие системы, может быть, туберкулез глаз бывает, туберкулез кожи, туберкулез кишечника, туберкулез периферических лимфоузлов. У детей чаще всего туберкулез бывает внутригрудных лимфатических узлов, которые находятся в средостении. То есть, легочная ткань поражается у них редко. Подростки, да, они болеют более взрослыми, так сказать, формами, то есть у них поражается легочная ткань. А маленькие детки, у них вот лимфоузлы поражаются. А каким образом происходит такое возражение? Ну, через воздух, да, воздух, инфицирование происходит. Почему-то туда, да, идет? Попадает в легкие, попадает входными воротами, там все из легких, да, кровь протекает, собирается же, там первое, то есть, очаг куда попадает, это лимфоузлы. Там происходит развитие специфического воспаления. Ну и вот. Наиболее, если, может быть, какую-то статистику привести, наиболее распространенные формы туберкулеза в Иркутске, в Иркутской области, вообще какая ситуация? Есть какие-то данные? Динамика какая-то? Ну, по сравнению, допустим, с прошлыми годами, то есть, вот в 2012 году была очень высокая заболеваемость, там до 150 случаев, на 100 тысяч населения. Сейчас произошло, конечно, снижение, то есть, в 2016 году около 102 случаев, ну, примерно так, на 100 тысяч населения, то есть, произошло, конечно, значительное снижение. Вот. Детский туберкулез тоже происходит, снижение заболеваемости, но наиболее распространенными формами вот у детей является это туберкулез внутригрудных лимфоузлов, первичный туберкулезный комплекс, то есть, очаг поражения небольшой в легком и в лимфоузлах. Вот. Ну, а у взрослых, там, инфильтративный туберкулез. Это что значит? Ну, это поражается ткань легкого, возникает инфильтрация, скопление клеток, да. А вот такой вопрос. Говорят, что туберкулез стал, или иногда, ну, есть такой миф, становится устойчив к медикаментам, к антибиотикам. Правда это или нет? Да, действительно, большое количество случаев возникает, лекарственная устойчивость, последняя, распространяется, лекарственно устойчивый туберкулез. Потому что, ну, это зависит еще от того, что много людей, они не соблюдают, да, вот назначенные режимы терапии, медикаментозные, они прерывают лечение. Потом уже очень трудно, если прервали лечение, или дозировку снижают самостоятельно, да, может возникнуть устойчивость, потом уже очень трудно лечить это заболевание. Почему люди прерывают? Вообще, мне кажется, ну, судя по тому, что вы рассказываете, как долго это лечение проходит, и какие меры предосторожности нужно предпринимать, соблюдать, мне кажется, психологически это непросто, и для пациентов бывает зачастую это трагедия, наверное. Ну, люди, которые, знаете, серьезно относятся к своему здоровью, они все-таки соблюдают все предписанное доктором, да, а которые люди, они серьезно относятся, ну, вот он почувствовал себя лучше, человек, да, какая-то динамика положительная пошла, он думает, все, я вылечился, и думает, что препараты больше пить не нужно. То есть, какая наивность. Да, по сути дела, и поэтому прерывают лечение, а потом уже очень сложно вернуться. Я вот нашла даже информацию, что в Иркутске запускается пилотный проект контролируемого лечения, да? Да, действительно, контролируемое лечение. В большинстве случаев амбулаторное лечение, то есть, человек приходит, диспансер ежедневно получает или инъекционные препараты, или таблеточки, он должен их тут же принять. Потом у нас есть колл-центр, который ежедневно обзванивает всех, кто получает препараты и напоминает, что нужно принять. У нас в диспансерии есть патронажная медсестра, которая ежедневно объезжает всех, ну, практически по участкам, кто получает лечение, значит, смотрит, пьет ли человек таблеточки. Вот. Вот у ребятишек, если они получают лечение, ну, дети, которые болеют, у которых стоит диагноз туберкулез, они лечатся только в стационаре. Вот. То есть, дома таких детей очень редко лечим. А много таких, кто безответственно относится вот к лечению? Там приводят разные данные. Медсестрам даже иногда бывает очень опасно посещать таких пациентов, потому что, ну, всем известно, что туберкулез это не всегда болезнь, там, какого-то слоя, там, там, людей бизнес-класса, там, обычно говорят, что это болезнь бедных. Но сейчас, раньше, может быть, и да, сейчас болезнь, это не зависит от социального положения, статуса человека, да, его образа жизни, то есть, заболеть может кто угодно. Может заболеть и врач, может заболеть и учитель, и воспитатель в детском саду, то есть, это совсем не зависит сейчас, потому что туберкулеза очень много, и туберкулезная палочка достаточно агрессивная. Но, тем не менее, Иркутск входит в пятерку лидеров по заболеваемости, правильно? Вот такие данные сейчас. Да, Иркутск входит в пятерку лидеров. А чем это обусловлено? Ну, это обусловлено по большей степени тем, что Иркутская область, здесь очень много вокруг мест, во-первых, лишения свободы, которые являются большим резервуаром все-таки больных туберкулезом. Очень много мигрантов, которые едут и везут к нам туберкулез. Очень много различных, даже неблагополучных слоев населения. Вот это связано с этим. Спасибо большое вам за ответы. Наше время подходит к концу. Мы надеемся, что вся информация, которую мы сегодня рассказали, вам поможет предостеречься от такого серьезного заболевания, либо же предпринять соответствующие меры на ранних стадиях. Берегите себя, будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова